Он нажимал на эту кнопочку, звонил, когда ему нужно было что-то принести, там воды, чаю, окно открыть. В общем, таким образом он звал жену или дочерей. Вокруг него кружились, его обслуживали, а он вот просто сидел, сидел как такой купец в парчёвых портянках. Здравствуйте, дорогие друзья! Я Анна Ханна. Говорят, что плохие люди заводят котов, а хорошие — собак. Не знаю, правда это или нет, но правда то, что в последнее время в человеческом обществе появляется всё большее количество так называемых облегчённых браков — гостевой, сезонный, пробный. И уходит в прошлое, постепенно отмирает такая традиционная классическая патриархальная семья. Это такое домохозяйство, где всем управляет мужчина. Он сидит во главе стола, он принимает решения, он обеспечивает жену, а жена хранит очаг и рожает. И сегодня я хочу рассказать как раз о такой семье, о семье, где была собака, а жена дарила каждый год мужу по ребёнку. И дети подросли и превратились в группу лиц, которые, сговорившись, отняли жизнь у того, кто эту жизнь им дал. Слушайте, пожалуйста, историю семьи Хачатурян. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова У меня сегодня поистине сложная задача за 30 минут, ничего не сокращая рассказать всё то, что происходило в семье за долгие-долгие годы, два десятилетия, раскрыть эту летопись унижений и издевательств. Это, наверное, как война, только хуже, потому что на войне надеешься, что она рано или поздно закончится, и ты вернёшься домой. А как быть, если война идёт у тебя дома, и ты живёшь с врагом? О знакомстве Михаила Хачатуряна и Аурелии Дундук известно только то, что оно произошло в Москве в 1996 году. Аурелия — молдаванка из Приднестровья. Её мама Лариса взяла Аурелию, когда та училась в девятом классе, и приехала с дочкой в Москву, что называется, за хлебом, на заработки. В принципе, так в то время делали почти все её земляки. И вот однажды они возвращались с рынка, стояли на остановке, уставшие, и подъехала иномарка. Галантный кавказский мужчина предложил подвезти. Он настаивал, но Лариса сначала не соглашалась, но усталость победила, и они сели в машину, мать и дочь. И так состоялось их знакомство. На тот момент Аурелии было 17 лет, Ларисе 38, а хозяину иномарки, армянину Михаилу Хачатуряну, исполнилось 35. Михаил Хачатурян родился в 1961 году в Баку, но в конце 80-х он с семьёй приехал в Москву. Им, как беженцам, дали жильё в Солнцево, а кроме того Михаил ещё купил квартиру Волтуфьева. В дороге выяснилось, что они живут неподалёку друг от друга. Михаил сказал, что он большой человек, может решать вопросы, и предложил обращаться за помощью в случае необходимости. Было видно, что Аурелия ему понравилась, он стал оказывать ей знаки внимания, а позже стал приглашать её на свидание. И поначалу на эти свидания Аурелия ходила с мамой. Она стеснялась взрослого мужчину. Вскоре они уже стали встречаться наедине. И Аурелия быстро забеременела. Когда ей исполнилось 18 лет, она родила сына, которого назвали Сергей. Малыша из роддома встречали Лариса, Михаил и его родственники. После роддома поехали к Ларисе, она накрыла стол, они посидели за столом. Михаил не остался жить с Аурелией и ребёнком, но он помогал материально, давал деньги на квартиру и на питание. Но спустя 8 месяцев Михаил забрал их к себе в Волтуфьево. Квартиру Волтуфьево он оформил на свою мать, Лиду Мартиросовну. Да, вот интересно, что у армян полные имена звучат именно так. Не Лидия, а Лида. Кроме Лиды Мартиросовны и Михаила в двухкомнатной квартире проживали две его сестры и племянник. Ну и ещё как в терем-теремок туда добавилась Аурелия с ребёнком. То есть вместе получилось 7 человек. Вот фотография дома, где находится квартира Хачатуряна Волтуфьева. Как видите, на стене дома чёрной плиткой почему-то выложена надпись «Добро». Вряд ли тот, кому пришла идея написать это красивое слово, мог предположить, какое не добро, а зло будет твориться в этом конкретном подъезде. Первый удар по лицу Аурелия получила буквально на следующий день. «Праздник какой-то дома, я в нарядном платье, хотела к маме пойти, а он при всех как даст мне по лицу вдруг и душит. Ты из этого дома больше никуда не выйдешь, поняла?» Все видели, и сёстры его, и мама. Эти слова Аурелия произносит в прямом эфире радио «Комсомольская правда» спустя 20 лет после той пощёчины. И голос у неё какой-то такой безжизненный, вялый, словно выгоревший. Голосом этим она перечисляет обиды, которые нанёс ей когда-то Михаил. Михаил, кстати, так и не стал ей мужем. Они повенчались в церкви, но до ЗАГСа не дошли. И Аурелия очень напряжена, она скована. Это чувствуется. Вокруг неё сидят корреспонденты, которые всячески пытаются немножечко смягчить эту тяжёлую атмосферу, как-то её погладить словесно, что ли, поддержать. Видно, что они очень доброжелательны к ней. Но скованность никуда не уходит. Ну, а с другой стороны, разве можно ожидать от человека, что он будет говорить бодро и громко, если он до этого в жизни никогда не говорил? «Я не выходила на улицу лет пять. Младшей Марии был годик, когда Михаил более-менее начал меня выпускать. С детьми гуляли его сёстры иногда. В магазин они тоже ходили. Я не имела права без его разрешения даже по телефону разговаривать», — говорит Аурелия. «Пять лет не выходить на улицу, сидеть в тесной квартире, набитой взрослыми и детьми». Аурелия рожала каждый год. После Сергея пришла на свет Кристина, потом Ангелина, потом Мария. Молодая женщина была истощена, её физические силы были на исходе, и она прекрасно понимала, что очередной плод она уже вынести не в состоянии. И тайком от Михаила она стала предохраняться. Это вызвало в нём бурю злости. Он стал подозревать её в том, что раз она не может забеременеть, значит, вот эти же дети, которые уже рождены, они не от него. И из-за этого он её регулярно избивал. Есть, как известно, два типа реагирования. Две такие базовые модели поведения — распрямиться или согнуться, дать сдачи или попросить пощады. И главное — признать наличие проблемы или отрицать её. И Аурелия согнулась. Она даже не просто согнулась, она вот как будто легла под ноги и свернулась клубочком, комочком. Она не признавала наличие проблемы. Она полагала, что тяжёлый характер у человека. Сколько раз он угрожал убить нас всех. Я вас всех в лес вывезу, грохну, и никто не узнает. Он такой человек, характер такой. Таблетки успокоительные принимал, но не помогало. Когда дети подросли, Михаил не пускал дочерей в школу, потому что он полагал, что там их ждут какие-то неполезные, неправильные развлечения. И если Аурелия тайком отпускала девочек в школу, а Михаил узнавал об этом, он, конечно же, устраивал жесточайшие разборки. В ход шли кулаки. Сёстры и мама Михаила выехали, в доме стало больше места, и Хачатурян завёл собаку, о которой давно мечтал. А в доме происходило, я бы сказала, такое поступательное развитие маразма. Михаил очень недолюбливал Сергея, старшего сына. Однажды он разбудил его рано утром, было ещё темно, и заставил его немедленно бежать в магазин покупать корм для собаки, хотя магазины в такое время были ещё закрыты. И он приставил Сергею пистолет к виску и сказал, у тебя есть три секунды, чтобы пойти. Считаю до трёх, на раз-два-три. Уходишь или стреляю? Когда Сергею исполнилось 16, он ушёл из дома. Ночевал в подъездах, в торговых центрах, иногда просился к знакомым. А бывало так, что Аурелия тихонечко, тайком от мужа, пускала его в дом. Для этого нужно было, чтобы Михаил сначала заснул, Сергей прокрадывался, Аурелия открывала ему, вернее, раздвигала диван. В диване такой был большой бельевой отсек, и там Сергей ночевал. И вот однажды Михаил проснулся раньше, это даже вот как в анекдотах звучит, однажды муж вернулся раньше, вот однажды муж Аурелии проснулся раньше и обнаружил, что Сергей ночевал у них дома. Он устроил жуткий скандал и пригрозил, что если ещё раз такое повторится, убиты будут и Сергей, и Аурелия. Вообще много чего в доме Хачатурянов происходило под грифом «секретно», тайком, украдкой, подальше от папиных глаз, чтобы он не догадался, чтобы он не заметил. Вот такие у них были какие-то секретики, тайные. Я, кстати, в своей жизни сталкивалась тоже с такой историей, историей с секретиком. Это история про детские сандалики. Я уже однажды рассказывала её у себя на канале. История меня просто потрясла. Это история о женщине, которая была замужем за таким Михаилом Хачатуряном, хотя у того мужчины была украинская фамилия. И женщина, так же, как и Аурелия, каждый год приносила мужу по ребёнку. У них было пятеро детей, но выжили только двое. И вот младший сын должен был идти в школу, в первый класс, а у него поизносилась обувь. И женщина тайком от мужа приобрела своему сыну сандалики. И эти сандалики они прятали в портфель, чтобы папа не видел. Вот она провожала ребёнка к школе. Возле школы он переобувался, вытаскивал сандалики, прятал кеды, а возвращаясь домой, проделывал всё то же самое. И однажды обман вышел наружу, секретик раскрылся. И возмущённый, разгневанный, яростный папа избил этими сандаликами свою жену по лицу, по глазам. Ну а чтобы лучше было бить, чтобы было больнее, он связал эти сандалики, прицепил к верёвке и бил её просто наутмашь. Ну как же она посмела такую покупку без его ведома и согласования совершить? Очень многие осуждают Аурелию за то, что она не смогла противостоять тирану, не смогла защитить своих детей. Есть такая известная блогер Елена Миро. И вот она у себя в блоге, в живом журнале написала заметку, посвящённую Аурелии. И заметка называется «Женщина Дундук». Напоминаю, Дундук — это фамилия Аурелии. И в этой заметке Лена гневно осуждает Аурелию. Она считает, что именно Аурелия виновата в том, что в семье царили такие порядки. Но не Дундук ли это Дундук? Дундук — это оскорбительное довольно слово. Его значение в толковом словаре обозначается как «тупой, бесчувственный человек, болван». Ну, вот такая фамилия, к сожалению, досталась Аурелии, а госпожой Хачатурян она так и не стала, как я уже говорила. Да, конечно, есть люди-волки, а есть люди-овцы или зайцы. И стоит ли их за это осуждать, поскольку они такие родились? Легко ли было отстаивать Аурелии свои права, если у неё никогда в жизни никаких прав не было? Ей внушали, что их у неё просто нет. Думаю, что не стоит. Это ведь всё равно, что хромую собаку ударить. Я так понимаю, Аурелия не ждала больших чудес от жизни и радовалась маленьким. Вот Михаил не набил, вот оно счастье. Михаил не накричал, вот и здорово. В доме у Миши, кстати, была такая кнопочка со звонком. Он нажимал на эту кнопочку, звонил, когда ему нужно было что-то принести, там воды, чаю, окно открыть. В общем, таким образом он звал жену или дочерей. Вокруг него кружились его обслуживали, а он вот просто сидел, сидел как такой купец в парчёвых портянках. И если у Михаила возникали какие-то разногласия с домочадцами, они, естественно, возникали, то весь его гнев и всё его зло обрушивалось на Аурелию. Он её бил по любому поводу, да вот хотя бы полотенце не той стороной повесили. Ну и однажды наступил последний раз. Он бил Аурелию, потом приставил ей пистолет к виску и сказал, «Если ты хочешь остаться живой, не доводи меня до греха, уходи прямо сейчас». Аурелия спросила, «А как же девочки?» «Девочки со мной останутся, им тут лучше. Я найму нянек, уборщицу, выучу их. А ты что можешь им дать? Не работало ни дня». И Аурелия ушла. «Я надеялась, что всё наладится с моим уходом. Может, раньше я его раздражала. Ну, бывает же такое, что один человек другого не переносит. А меня не будет, и всё станет нормально». Сёстры Михаила в один голос говорят, как поют. Михаил был хорошим мужем. Он не любил Аурелию за то, что она сына нагуляла. И мать Аурели тоже была гулящая. Мать из дома выгнали, брат ушёл. В квартире остался отец, три дочки и собака. И почему-то отец решил, что традиционные педагогические техники с его детьми не проходят. И поэтому взялся за нетрадиционные. Правила в доме были установлены следующие. Перед отцом стоять, как на линейке. Пятки вместе, носки врозь. Под запретом в доме были некоторые слова. Например, нельзя было произносить такие слова, как боль, соль, ком и тапочки, а также цифры 6 и 8. Спать и есть можно только по команде отца. За несоблюдение любого из правил ладонью по лицу. Бывало, он не разрешал им садиться, принимать пищу, и это длилось сутками. Как-то Мария написала мне, что очень похудела, поскольку пять дней ничего не ела. Только в воскресенье они могли немного отдохнуть, поскольку отец почти весь день проводил в церкви, рассказывает одна из подруг сестёр. Армянская церковь святое дело, Михаил посещал её регулярно. Кроме того, он часто ездил в Иерусалим. На страничке в Одноклассниках Хачатурян записан как Миша и Иерусалимский. Все поездки к святым местам Миша отражал в социальной сети. Его профиль наполнен фотографиями и фильмами. Три с половиной тысячи фотографий. Здесь мы видим светлую парадную сторону Михаила Хачатуряна. Кстати, я обратила внимание на то, что он очень любил фотографироваться со знаменитостями. Евгений Петросян, Андрей Малахов, Аврам Руссо, Карена Ганисян. В общем, была у него такая страсть. Чем он занимался, кем был по профессии, откуда брал деньги на жизнь, не знаю и никто не знает. В интернете написано, что Михаил Хачатурян бизнесмен. Но что у него за бизнес, непонятно, нигде не уточняется. Он сдавал квартиру, которую ему предоставили в качестве жилья для беженцев за 40 тысяч рублей. Кроме того, якобы ему кто-то пересылал регулярные суммы из-за границы. Это был человек, для которого Михаил одно время сделал что-то очень такое полезное и тот пожизненно ему за это платил. Вообще Михаил любил помогать. Он оказывал поспомоществование заключенным на зоне, например. И некоторые, кстати, называют его криминальным авторитетом, а другие наоборот говорят, что может быть криминал и был, а вот на авторитет он себе не заработал. В общем, несмотря на честные старания, мне не удалось выяснить, каким был род занятий Михаила, что у него была за профессия, что за работа. Ничего не сказано. Сказано, что у него была иномарка Lexus в некоторых источниках Toyota с номерами, состоящими из одних семёрок. И вот в этом Lexus он устроил себе что-то типа офиса, он ставил машину недалеко от дома, сидел в этой машине, и к нему то и дело приходили, подсаживались, высаживались какие-то люди. Говорят, что наркотики продавал, но в принципе это не подтверждено. Кстати, я поделюсь с вами одним наблюдением, не знаю, как вы к этому отнесётесь, но всё-таки почему-то я заметила, что люди, для которых важно, чтобы номер их машины состоял из одних семёрок, это, как правило, те же самые люди, которым важно фотографироваться со знаменитостями. Поправьте меня, если я не права. Кстати, этот Lexus или эту Toyota Михаил зарегистрировал на свою сестру-инвалида, потому что это давало ему право на льготы, в частности, на бесплатную парковку. По словам знакомых, Михаил старался из всего извлечь какую-то выгоду, даже из таких вещей, как регистрация машины. Кроме того, он всегда очень охотно и везде использовал свой статус беженца, получал всякие пособия, выплаты оформлял. В двухкомнатной квартире у набожного Михаила был целый иконостас. Хачатурян был неистово религиозен. Несколько раз в год, как я уже говорила, ездил в паломничество по святым местам Израиля. Каждое воскресенье посещал церковь и молился там не менее двух часов и почему-то постоянно выкладывал снимки, где он в рясе. Миша Хачатурян конечно помним, говорят работники армянского кладбища в Москве. «Был истинным верующим. Всегда нам из Иерусалима ладан привозил и свечи». Ну и вспыльчивый был тоже, да, мог во время службы прямо накричать, если кто-то разговаривал. Как Михаилу удавалось дружить со всеми, я имею в виду и со священниками, и с бандитами, и с полицией. Но вот с полицией у него точно были хорошие отношения, потому что однажды Аурелия написала участковому заявление о побоях и буквально в тот же день это заявление каким-то волшебным образом оказалось в руках у самого Михаила. Он его порвал на глазах у Аурелии, а саму Аурелию само собой избил. Он держал очень много оружия, пистолеты, пневматические винтовки, ружья, обрезы. И бывало так, что оружием он грозил соседям, стрелял в воздух, и бесконечно он грозил этим оружием детям, но все боялись пожаловаться, все знали о его связях в полиции. Ну так вот, я всё отодвигаю, отодвигаю, отодвигаю то, что в этой истории, пожалуй, самое главное и, безусловно, самое отвратительное. Как говорится, война и секс — это две области, в которых может проявить себя настоящий мужчина. И Хачатурян проявлял сексуальный интерес к дочкам. Даже не так, он не то, чтобы проявлял сексуальный интерес, он склонял их к действиям интимного характера. И я точно знаю, что нет ничего более ненормального, невыносимого и непростительного из всего арсенала поступков, на которые способен человек. Поскольку жены под боком не было, Хачатурян назначил своей женой в интимном плане Ангелину, а потом спустя некоторое время Кристину и Марию. Все девочки на момент начала сожительства с отцом были несовершеннолетними. А это означает одну простую вещь — ненависть. Ненависть, из которой растёт ещё большая ненависть, ожесточение и отвращение. В доме, где жили Хачатуряны, царил жуткий беспорядок. Девочки не убирались, они не мыли посуду, они не пылесосили ковры, не выгуливали собаку. Бывало так, что собака мочилась на пол, а они не убирали, просто бросали в лужу бумагу, чтобы впиталась. Отца они стали называть словом пахан. Пахан ругал их и избивал за беспорядок в доме. Он собирал эту собачью шерсть и заставлял их её глотать. Дом был напичкан иконами, оружием, мусором и ненавистью. В общем, получается что в доме, на стенах которого вот такими огромными буквами было написано слово ДОБРО, на самом деле работала настоящая фабрика ненависти. Три дылды жили, возмущалась сестра Михаила. Убраться не могли, да? Ну а как они жили? Как они жили? Как в грязной банке, как в коробке, как в ловушке? А разве можно любить свою ловушку, наводить в ней чистоту, уют и порядок? В июле 2018 года Михаил проходил лечение в клинике неврозов. Так посоветовал ему кардиолог, у которого Хачатурян лечил сердце. Кардиолог рассказывал, что Михаил не знал границ в общении, вел себя слишком навязчиво, часто названивал врачу, спрашивал советов по поводу лечения его матери и сестер. По мнению медика, у Хачатуряна были признаки психического расстройства, например, резкие скачки настроения. Так однажды он познакомился на улице с девушкой, она была танцовщицей, и он ей написал смс «Доброе утро, красавица!», а когда не получил немедленного ответа, тот же отправил следующий смс со словами «Тварь!». Вообще, когда я была у него на странице в «Одноклассниках», пытаясь разглядеть Михаила поближе, я заметила, что ролики духовного содержания на церковные темы у него перемешаны с роликами политического характера, которым он даёт название «Твари». Кроме того, говорят, что Михаил стал таким утомительно многословным, с ним невозможно было закончить разговор, он мог часами тянуть беседу, забывая, о чём начинал разговаривать в начале. В общем, полная потеря критики, внезапные перепады, скачки настроения и вот эта вот чрезмерная назойливость стали поводом для врача, чтобы посоветовать Михаилу подлечить нервы. Михаил лёг в клинику, где лечат тревожно-депрессивные состояния и панические атаки. Хачатурян был тучным, мужчиной, с лишним весом. Из-за этого ему не смогли сразу сделать МРТ головного мозга, просто кушетка рассчитана на максимальную массу тела 120 кг, а его масса тела превышала эту цифру. И несколько дней он ничего не ел, чтобы снизить вес. Он прошёл курс лечения, почувствовал себя лучше. После выписки из больницы Михаил принялся выяснять, как же жили его дочери, чем они занимались. И вот он обнаружил, что на счёт его старшей дочери Кристины поступил платёжный перевод на сумму 12 тысяч рублей. Его это очень возмутило. Он стал обзывать дочь проституткой, стал выяснять происхождение денег. Деньги на самом деле им одолжил бывший приятель их подружки, дал им в долг. И Михаил устроил жуткие разборки с девочками. Он звонил этому приятелю, выяснял, психовал. Ну, в общем, зло опять вернулось домой. Вроде и не было никакого лечения. Кроме того, Михаила, как всегда, взбесил бардак в доме. Хачатурян впал просто в бешенство. В сети есть ролик, где он отчитывает своих дочерей за беспорядок. Ай, урод, называет он Кристину. Ролик длится 15 секунд, но в этих 15 секундах видна вся жизнь в чистом виде, как на ладони. Есть и другие видео, где сёстры сняли, как отец ругается бранными словами, оскорбляет их, кричит. Вот я не понимаю, почему слово «соль» и «тапочки» нельзя, а вот те слова, которыми он обзывает своих дочерей, можно. У Хачатряна была особенность, он спал в течение дня. И вот в тот день, 27 июля 2018 года, он тоже прилёг отдохнуть, это было около 12 часов, и в это время Ангелина и Мария пошли к нему в машину и взяли оттуда нож. Они приготовили нож и молоток. Когда отец проснулся, он позвал к себе Кристину и стал с ней делать то, что никогда, ни при каких обстоятельствах не имеют права делать отцы со своими дочерьми. После этого он стал её ругать, брызгать ей баллончиком в лицо. Кристина стала задыхаться, у неё начался приступ астмы. Примерно в 16 часов 00 минут я зашла в комнату к сёстрам. В совместном разговоре мы пришли к единогласному решению, что сегодня мы убьём отца. О своём плане мы никому не рассказывали, решились на это осознанно. Отцу подсыпали клонозепам, чтобы крепче заснул. И когда он заснул, перед телевизором в кресле-качалке к нему в комнату зашли Ангелина и Мария. У Марии в руках был нож, у Ангелины молоток. Они подошли к отцу сзади, встали по обе стороны и принялись его убивать. Михаил проснулся, встал и вот как раненый медведь шатун побрёл в сторону коридора. Там он встретил Кристину, которая брызнула ему в лицо из баллончика. Дочери не дали шанса отцу выжить. Они нанесли ему 36 ножевых ранений и 10 ударов молотком. Михаил скончался от потери крови и стёк кровью от своих же кровиночек. В момент преступления Кристине было 19, Ангелине 18, Мария 17. Младшая сестра Мария была признана невменяемой. Девочек сначала признали виновными в совершении преступления, а потом наоборот потерпевшими. В 16 году мы с сёстрами и отцом были в городе Адлер на отдыхе. Он стал приставать к моей сестре Кристине. Кристина взяла таблетки и выпила их в большом количестве. В результате её забрали в больницу. Но в больнице отец сказал, что она перепутала таблетки с ножпой и отравилась. Обращались к отцу только на «вы», так как он этого требовал. Просил раздеться, просил его трогать. Если ты не сделаешь, другая будет делать. По мнению экспертов психиатров, у Хачатуряна было психическое расстройство на сексуальной почве. Казалось бы, есть у тебя такое расстройство, спрячься где-нибудь, лепи какие-то непристойные фигурки из пластилина. Так нет же, он приставал к своим детям. Ещё я слышала мнение о том, что Михаил мог страдать так называемым раздельным мышлением. раздельное мышление проявлялось в том, что он с одной стороны насиловал своих детей, а с другой стороны заботился о их нравственности. Одной рукой стрелял, другой рукой крестился. Как отреагировала семья Михаила? Я имею в виду его родных сестёр и его племянника Арсена. Отрицанием, полным отрицанием. Он не мог, потому что не мог и всё. Если какой-то факт слишком тяжёл для психики, настолько тяжёл, что нельзя его признать, его отрицают. Среди родственников Михаила самый активный как раз племянник Арсен. Михаил он почему-то называл отцом. Так вот, Арсен много раз выступал в защиту Михаила, рисуя светлый образ своего дяди, своего отца. Да, строгий, да вспыльчивый, но справедливый, щедрый, заботливый, любящий. Вот кто действительно плохой, так это девочки Аурелия и бабушка Лариса. Ну, девочки, понятно, почему. Аурелия, по словам семьи Михаила, нагуляла сына Сергея. Они, кстати, даже сделали потом экспертизу, которая подтвердила, что сын Аурелия не является сыном Михаила. Но, опять же, непонятно, какой материал они брали для экспертизы. Ну, так вот, Аурелия гулящая, точно такая же, как и её мама Лариса. Про Ларису родственники Михаила рассказали, что она, приехав в Москву, сняла квартиру на Ярославском шоссе, и там со своим сыном, семинаристом, они открыли настоящий дом терпимости. Одним словом, полились грязевые потоки, припоминания всего, что можно припомнить, неважно, относится ли это к данному конкретному делу или нет. Грязь переливалась через экраны. Семья Хачатурян обвиняла семью Дундук в том, что Молдаване грязный народ. Семья Дундук, в свою очередь, упрекала Хачатурянов в том, что если бы Михаил женился на своей, на армянке, он бы не позволил над ней издеваться так, как издевался над Аурелией. Была масса таких визгливых ток-шоу с этими людьми. И когда я это смотрела, у меня было такое впечатление, что эти программы снимаются исключительно для того, чтобы чем-то занять досуг зрителей, чем-то таким, что не представляет трудностей для просмотра. Скандал ради скандала. Только за этими визгами, криками и какими-то несущественными разборками на мой взгляд спряталась суть суть этой огромной трагедии. Я, конечно, против убийств, но в данном случае я в состоянии понять сестёр, которые взяли в руки нож, молоток и газовый баллончик, чтобы дать симметричный ответ своему насильнику по совместительству отцу. Это ж сколько надо было насобирать боли, обиды, ненависти за своё вот это заляпанное, испорченное, изуродованное детство. И пускай их оправдают все суды мира вместе взятые, но всё равно детство не отменишь, оно уже было вот в таком виде, в котором было, и преступление уже тоже было. И с таким стартом начинать жизнь очень тяжело. Как говорится, на пустыне розы не растут, а девочки-то и жили на пустыне, в выжженной пустыне, пропахшей собачьей мочой. Вот вижу, вижу эти такие три худенькие, почти детские фигурки в пустыне сами, одинокие, и никто не поможет, никто не спасёт. У них никого не было, кроме себя самих. Их сплотила ненависть к отцу и жалость друг к другу. И получается, что безмолвная зайчиха Аурелия родила волчиц. У меня бывает так, что сниму ролик, потом пересмотрю, вроде бы получился приятный, но какой-то слабый, а здесь наоборот получился вроде бы сильный, но неприятный. Конечно, самая ценная вещь на Земле это жизнь, но всё-таки есть люди, которые, на мой взгляд, живут дольше, чем им следовало бы. И не все заслуживают похорон с оркестром. И как говорится, каждый мужчина может стать отцом, но далеко не каждый способен быть папой. Я, кстати, тоже очень люблю собак, но всё-таки моё сердце принадлежит кошкам. Спасибо большое, что посмотрели. Спасибо, если вы со мной согласны. Спасибо, если вы со мной не согласны. Всего вам доброго. Будьте осторожны, разбирайтесь в людях. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова